Всем привет дорогие друзья, с вами Arala TV и сегодня мы продолжаем играть в крутейшую, по моему мнению, пока что еще крутую игру Swift for Victory. Ладно, шучу, на самом деле игрушка называется Mafia 2 Definite Edition и в прошлой серии мы познакомились, ну как бы с историей немного Вита, а также с нашим крутым чувачком Джо, который устроил тут вечеринку с телочками, которые очень даже хорошие, но Вита у нас парень серьезный поэтому он решил сказать Джо о том, что телочки ему не нужны, а ему нужны деньги, а знаете почему? Потому что ему нужно покрыть кредит, который оставил его батя Бухарик и сдох после этого. Я не знаю, что с ним случилось, я как-то прослушал вроде, но в любом случае Виту нужны свои бабки, свое жилье, а также хорошая прибыльная работа. Не то, не та, не то, вообще не то, не все, чем занимаются обычные работяги и мы сегодня поможем этому. Я даже немного принарядился специально под Вита, потому что гэнгста, типа щит, все дела, мафия отдыхает, о, точнее нет, мафия не отдыхает, мафия работает. Разборки пока что отдыхают, и бандитские. Ну ладно, идем за Джо. Так, что у нас тут? Закроем-ка его дверь. Я тут немного походил по его хате, посмотрел, что у него вообще. Он тут комментирует каждый раз. Все. Бля, и бать у него хата, конечно, смотрите, туалет, там все дела, несколько элитных диванчиков, даже некоторые квартиры, которые сейчас в России могут позавидовать этому дому. Хоть это и коммуналка, но подъезд тут вроде как плохо. Я подумал о том, чем заняться. Ты сказал, что представишь меня этому Джузеппе. Нет-нет-нет, не прямо сейчас, а вообще. Там на фронте ты не думал о том, чем займешься после возвращения? Мы, да, мы еще служили же. Ну, так, в общих чертах. Айти делай. Ну, блин, ну, что-то... Ну, а на эту ерунду у тебя еще время не вагон. Вот именно что ерунда, Джо, вот поэтому я его уже люблю. Поэтому я уже люблю Джо, потому что он понимает, что деньги это самое главное. Спасибо еще раз за бумаги об увольнении. Мне нравятся такие парни, как Джо. Они такие, может быть, немного легкомысленные, но в то же время серьезные. И акцентируют свое внимание на нужных вещах. На тех вещах, которые нужны. Еще я чуть-чуть поднакрутил звук, пацаны. В прошлой серии как-то голос персонажа был немного тиховат. Я это исправил, я убал просто все остальное. Ну, чуть-чуть. Но процентов 30-40. О, бомжь. Надеюсь, мы не будем такими же. Слушай, а можно... Что, за руль? Что? Съесть за руль? На дорогах гололеда ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти все время. Ну, типа, это классика, Майфи, то, что мы должны водить. Какие можно купить за деньги? Причем тут танк, я джип водил. Что такое джип? Понятно. Он даже не знает, что такое джип. Он, видимо, не знает про внедорогу. Только осторожней. Интересно, он вообще, что ли, за город не выезжал? Значит так, в такую холодную машину надо, как джип отдать побольше. Это самая правая педаль будет. Я знаю, Джо. Да, он что-то говорит так, как будто мы не работали в такси. А мы-то с вами работали в первой части такси. Так что мы-то знаем, как вы и хотя... Мое вождение... Права? Потом езжай пока прямо. Слушай, надо еще радио что-то подубавить, а то уж слишком, может, оно загнуло. Да, бля, иди нахуй. Это херня меня бесит, если честно. Радио чуть поменьше поставим. Так вот, на 40%. Пускай и на фоне играет. И чтобы заодно авторские права нам не дали. О, кстати, переиздание. Эй, полегче, полегче, помедленнее, а? Тихо, тихо, тихо. Кто может замести? Я заметил то, что это переиздание сделало... Эй, Нита, знаешь, что сегодня за день? День как день. Сука, как в мафии все время, как еду, так сразу. С радостью, только не на что. Кто сказал, что надо платить? Хо-хо-хо. Бесплатная машина для своего друга, она, бля, Джо прямо сегодня тащит, серьезно. Прямо Джо, я назову эту серию, знаете, как Джо, лучший брательник этого города. Хотя, хз как-нибудь. Что-то хорошее от этой войны. Он, видите, он даже еще за войну хард из армии. Блин, этот чел просто умен. Он просто гениален. Я вам сразу говорю об этом. Причем, я не знаю, ну, пока чем он занимается, но... То, что пока он сейчас говорит, это реально важные вещи. Ух ты, только глянь на эту цифру. И она будет наша? Отлично, Джефферсон 42. Красивая какая, прямо стыдно окно выбивать. А что, надо? Лучше подбери себе отмычки у Джузеппе. О, мы уже сразу бы машину, а, нашу бы первое задание ограбить тачку. Точнее, угнать, отправить же, а это типа Дон, да? Добро пожаловать в универмаг Джузеппе, рай для вора. У него, как в Греции, есть все, даже ликовые разрешения на оружие. Ну, чем-то похоже на первую мафию, только там у Вильямса какого-то. Я понял, короче, типа, нам нужно сначала взять. Эй, Джузеппе, я тебе клиента привел. Он свой, да? Наш. Да, точно, свой в доску. Это Вита, мой давний друг. Как вообще его в армии-то зайти? А, точно, он поймался в полной. Как дела? Бумаги для тебя? Да, для него. Они уже готовы? Надеюсь, это будет тоже наш будущий друг. Армия тебя больше не побеспокоит, поверь. О, хорош. Ты говорил, вот деньги. Бумаги, деньги, все быстро порешали в конце-то концов. Вот так вот и надо жить. Возьмите бумаги об увольнении в запас. Это военный билет, пацаны. Кто хотел всем обращаться к этому чуваку? Он вам сделал бесплатно воене. Ну, почти бесплатно он заплатил, конечно. Вам нужно сначала познакомиться с Джо, потом к этому чуваку. Еще нужен набор отмычек. Это да. И угадай, кто их купит? Джо? Купить отмычки. А, мы? 27 до... Нихера себе отмычки. 7 баксов, если приводить на данный... На данный этот, как его? Курс, это получается где-то около... Ну, короче, 500 рублей точно есть. Я так думаю. Хотя, нет. Может померить? Ну, короче, неважно. Необходима вещь для краша взлома. Отлично, купим. Ой, выйти. Грация. Можешь померить прямо здесь. А где? А сколько мы купили? Держи замок. Надо просто сунуть отмычку в замок. А, это типа тренировка. Полно обучения, все дела, понятно, первая миссия. И зажимаешь крючки по одному. Это, я помните, раньше играл, короче, в такую игру сейчас не... Откроется легко. Все-все-все, понял. Взломайте тренировочный замок. А где он? Погодите, слушай, где замок-то? А, вот он. Так, взломать дверной замок. Так, используйте WC, чтобы передвигать язычок. Когда он встанет на место, зафиксируйте, нажав E. Все понятно, ну... А, он там показывает у нас. Хоп. Так, понял. Надо типа... Так. Так. Ну, это проще, чем я думал. Я подумал, что это будет похоже примерно на как... Игру, так, узнаете, Two World, там... Я все время практикуюсь, когда ключ в машине забуду. Да-да-да, я еще хотел сказать, что это похоже на игру Two World, там было тоже взлом отмычками замка, и там, в принципе, было довольно интересно, там надо было вот так вот, короче, ключ поворачивать, что-то в этом духе. А еще хотел сказать то, что в 43-м, наверное, неужели настолько простые замки были? Ну что, шутишь? Я влюблен. Как он быстро согласился на эту работу? Неужели с копами никаких проблем нет? Хотя, наверное, пока что. Держите, чтобы взломать замок. А зачем разбивать окно? Так, а зачем разбивать окно? Погоди-ка. А, это так даже? Не надо ничего замыть? Посмотрим угонщик. Что это такое было? Полиция хочет вас арестовать. Так, блядь, нихуя не едет. Кто машину угоняет? Преследую. Это еще не конец. Бросик, быстро. Вас понял. Нихера себе эту машину разыскивает полиция. Что-то уж слишком жестко. Мы в прошлой миссии, точнее, в прошлой части быстро от копов улетали, а тут сразу две звездочки. За одну только кражу машины. Видимо, через 10 лет копы станут довольно умнее. Точнее, стали. Хотя, я думаю, что им помог бы действительно только Сталин. Ладно, ну копы, ну на хвосте прямо. Блядь, я не хочу разбить машину. Тачка-то реально крутая, как говорил Джо. Надо их как-то сбросить с хвоста. За благо у нас показывается такой прямоугольничек сзади, поэтому мы можем контролировать, где находятся копы. Ну давайте выйдем за... А как его сбросить-то? А как его? Нам не рассказали, сказали только, что полиция на хвосту. О, я и правда вожу лучше, чем в первой части. Блядь! Тихо, тихо. Копы, давайте-ка, знаете, уедите, ну, на обеденный перерыв, скажем так. Кстати, карты, как я понял, вообще сама местность, она точно такая же, как и в первой части. Я просто сначала этого не понял, а потом только понял, что мы маленькая Италия и все прочее. То есть это просто чувак такой же, который прорвался-то, сука, сколько можно-то, блядь. Мы уже сколько проехали-то. И копы до сих пор на хвосте. А как их сбросить-то? Вообще никто ничего не говорил. Надо скрыться где-то. Это перекраска какая-то, wanted написано, типа, эту машину мы, ну, бросить не можем, понятное дело, потому что мы ее украли. Да блязаебя! Вы погибли, сука, ну, еба, а как? Вы чему-нибудь искал? Легко, да? У тебя получится. Я все время практикуюсь, когда ключ в машине забуду. А ты прям, может, даже без ключа, да? То есть у тебя тоже тачку можно легко взломать, я понял. Погоди, а ты все еще. Да, мы купили тебя от мытьки, если мы просто нажимаем Q, а вы, стоп, держите, чтобы взломать замок. А-а-а, надо вот так вот, я понял, понял, понял. Так, а нахера, если мы могли реально? Типа, есть два способа угнать тачку, я понял. В, типа, разных случаях это будет по-разному. Все? Очень просто, очень быстро. Возможно угонщик. Так, а в любом случае, нас этот, как его, ищут копы. Жму. Тут машину угоняет, не следую. Так это еще не конец. А что такое звук, как будто у нас в машине этот, как его, знаете, вот эта херня, по радио, по которому говорят. В чем прикол вообще? Так, эту машину... Сука, я уже врезался. Эту машину разыскивает полицию. Да охуеть, я вам скажу, и что дальше делать? Как от нее избавиться? Смотрите, а на данный момент сейчас уже все просто. Может быть, это был какой-то глюк? Смотрите, видите, справа синяя полоска, это, видимо, копы. Хорош. Всего-то. Ну как тебе тачка? Неплохо. Пожалуй, возьму. Ладно, давай поищем мастерскую. У них специальный сервис есть. Самая топ. Блядь, опять копы. Не переживай, я все устрою. Да найди любой сервис. Я знаю ихнего хозяина. Ихнего хозяина, такого слова нет. Ну ладно, в любом случае, мы сейчас не... Да как нас еще раз... Тут копы, видите, у них мозги появились. Они запоминают машину, которую мы угнали. Это... Это, блин, нормально. Раньше копы были ненормальными, а сейчас это стало нормально. Так, ладно, автомастерская. Ступай. Блядь. Видимо... Ну смотрите, в прошлый раз мы тачку не разъебали, но мы не оторвались. А сейчас наоборот произошло. Но надеюсь, в автомастерской... Это же автомастерская в конце-то концов. Нам помогут ее отремонтируют. И Томми... Ой, фу, Томми. Блин, все время путаются. Томми, Вита... Блин, профессионал же одинаковый практически. Мне же дали, говорю, лицо одинаковое. Надеюсь, нам эту машину починят, и Вита будет доволен. Поставь прямо перед дверью в гаража. Ага. А теперь сигнал. Он реально... Он реально... Походу, это спиздили с GTA San Andreas идею, типа, покраска, да? Ну да, надо бампер там починить, тут капот и прочее. Сменить... А, тут смена номеров. Бесплатно? Нормально. Смена номера для тебя не вопрос. Профессионализировать. Чтобы машину, значившись в угоне, опознали, смените номера и перекрасить ее. На этот раз платит Джо. А, ну все хорошо. Пересталинизируем. Так, купить номера. Так, теперь надо покрасить, как говорит, просмотр магазина, увеличение мощности двигателя. Для начала починить тачку надо, да? Починим машину. О, молодец! Это, кстати, смотрите на чувака. Он и на Ральфа-то похож вообще. Хотя только костюм, наверное, башка-то другая. Сменить колеса. Ну давайте. Я понял, я понял, заводские колеса. Выбрать. А, нахера мой и вообще это делаю. Перекраска, да, выбрать цвет. Покрасим любой цвет. Да, смените. Так, а какой цвет, а сменит цвет? А, вот можно убирать. Желтенький, красненький. Ну знаете, я люблю такой цвет. Типа давайте, раз уж мы связаны как-то с гангстерским миром, покрасим тачку. Зеленый цвет. Гросс, либо лав, ехать этой мафия. Но тут нет такого цвета, поэтому выбираем вагосов. Так, все. Вы можете форсировать двигатель машины, чтобы увеличить его мощность. Отлично, молодец, молодец. Блин, Джо у нас прямо сегодня вообще аттракцион невиданной щедрости. Он нам и за все платит, и вообще молодец. И мне ачивку дали. Turned Ride. Прокачанная поездка. Или что-то в этом роде. Выйти. Молодец. Конечно, любое время. Бабки будут, все время заедут к тебе, чтобы снять розыск. Хотя, я думаю, оторваться будет... А, ну так, типа, тачку не узнает. Я понял, все. Ну, смотрите, тут по-умному сделали. Познакомим тебя с Майком Бруски. Может, у него работа будет. Ладно, где он? У него тут свалка на Риверсайде. Ты пропустишь. Смотрите, теперь, типа, уйти от копов реально сложнее. То есть... А это что за парень? Какой? Парень в мастерской. А, Томми. Племянник одного кореша. Томми. Еще один Томми. Томми. Как зверь. Пару недель назад видел, как он пляшет в старом пуде в Остерпейке. Все телки сумасшедшие. Пиздец. Под прикрытием. Я что слышу намет? Под на зависть. Ты шутишь? Мне зачем танцевать? Я же обаятель. О, у него и уверенность у этого парня есть у Джо, и вообще все мотивы харизматичности, лидерство. Короче, парень реально проверен. У тебя в кармане зеркало? А то я себя вижу у тебя в трусах. Жопу, что ли, начистил? Ладно, в любом случае. Если бы я мог переделать обовид, то я бы Те и я поставил вместе. Зачем? Ой, блин, перестань. А зачем это Те и я поставить? Я что-то не понял этого прикола. Если бы я мог переделать... Эй, ты отличный прикид. Будет круто смотреться утром у меня на полу. И у тебя это работает? Они все пиздят, я все хочу сказать в свое, а потом после того, как они загружают... Ты знаешь, чем поговорить, а с поваляться отличается. Нет? Давай поедем ко мне, поговорим. Поговорим, поговорим, покурим, выпьем. Ну вообще четкий пацок, я... Да сука! Сука, что за... Ой, это позор. А, он типа шутки свои. Слушай, у тебя висит 17. Словами можно вообще не заборачиваться. А-хо-хо-хо-хо. Да уж. Я понял, понял, понял. Ну что, теперь направо? Да-да-да-да-да. Что я хочу сказать? Я вот забыл, что я хотел сказать. Хорошо, почти на месте. Вы верни направо. Да сука, блядь, он пиздит и пиздит. Я все хочу ставить, а потом после того, как он начинает... Ну, заканчивает, я забываю то, что хотел вам сказать. И вот получается так, что ни он, ни я... Все, я понял, все. Надеюсь, все будет отлично. Но пока что все складывается хорошо. Я хотел сказать по поводу копов. Вот пока встану, скажу. То, что они стали очень умные. То есть, реально, машину, блин, разыскивают. Теперь ее можно будет легко найти. То есть, придется тачки менять. Ну, прямо как в GTA San Andreas. Но там, все-таки, если и можно уйти, то... А как-то от погони. То все-таки ты ушел, и эту машину уже не разыскивают. А тут вот разыскивают. А что он вообще на свалке делает? Он же тоже мяшелозник. Голос его знакомый. Какой-то другой игре озвучил. А нахера мы на свалку приехали? И все-таки, пожалуй. Ах. Что, это дополнительно здание, походу, будет? Да, я так понял. Пока не рассказывал. А. А, ну это, в принципе, далеко. Хотя тут копы, да, очень жесткие. Поэтому не так легко будет все. Ну, типа, это бабки позаработать, я понял. Ты же мне все пальто залапал. Да там ничего нет вообще. Не верещи, а то я тебе глаз на ухо натяну. Истерик. Ну, мужик серьезный. О, господи, боже. Да хрена. И еще не факт отчистить. Ты сомкнешься? Вита, слушай. Сегодня мне нужен вальтер-купе. У меня просят детали, а машину я нигде не найду. Потому что не знаешь, где искать. Каждый раз, когда еду... Ну, да, это типа... Это откос на GTA San Andreas, импорт-экспорт машин, как я понял. То есть, все-таки это игра связана с GTA-шкой. Но тут есть свои приколюхи. Причь на коленке. Слушай, я дам тебе три с половиной сотни машин. Воу, нихера себе. Четыре. А Вита-то уже, походу, смекает, потому что надо больше просить. У самого в кармане 27 долларов, а просят 400 баксов за машину. Так, слушай, это твой первый заплыв, так сказать. А, это наше основное задание. Бля, 400 баксов за день. Вот, Вита, держи. На всякий случай. Класс. Эй, Майк, можно я эту штучку проверю? Конечно, кайфуй. Да, тут, походу, все... О, тачка была, на ней можно проверить. Вот мишень. Целься в ту развалину. Все, поле, поле, пацаны. Удерживайте для прицела. Расстреляйте шину, разбита красная машина. Все, понял. Хоп, хоп. Так а что? Расстреляйте шину. Так я стреляю по шинам. О, попал. Второй. Оп. Неплохо так, неплохо. Эй, Вита, ну-ка, ты в бензобак попадешь? Да легко, вон он. Так я стреляю. О, бензин остался. Ну, я знаю анекдот в тему про поляка. Я знал, что он взорвется. Опять же, на ГТАху похоже. Ладно, хватит стрелять. Работать пора. Так, убрать оружие. А, все, понял. Езжайте с Джо к бару Одинокая звезда. В Нигерский район. Надеюсь, нам сейчас не будут убивать банды. Хотя пистолет там не просто так дали. Поэтому там по-любому будет перестрелка, я уверен. Как, в принципе, и в нашей любимой первой мафии. Обожаю перестрелки. Это просто что-то с чем-то в этой игре. Они реально крутые. И особенно под конец игры, уверен, будет какая-то драма. Это прям то, что я люблю из этой игры. У меня навигатор есть, чувак. Может не говорить. Так, удерживайте за петушку, чтобы сменить радио. Но я не обычно не меняю, а мне это, в принципе, неважно. Я специально... А-а-а! Ты тупая, водитель хочет... Сука! Понял. Блин, тут копы реально жесткие. Но будь я при деньгах, было бы еще лучше. Как у всех. Куда спешить? Знаешь, за деньги счастье не купишься. А вот это, между прочим, чисто волдыб пиздеж. И я тебя просто дразнил. Да. Ты не волнуйся. Это работенка только начало. Скоро будешь в них купаться. За бабки, вот я вам скажу, пацаны, за бабки купить можно все абсолютно. Любого человека. Да сука, он меня узнал, у меня одна звездочка. Он меня узнал, ни хера тут, ни хера, тут надо ДТП, что ли, соблюдать. Ебать. Походу, пацаны, это будет игра для меня сложнее, чем первая мафия. Намного. Стало даже хуже, чем в детстве. Ладно, послушаем, покажу. Сука, копы, ну уйдите отсюда, в конце до концов, ёл. Ну не помните машину, это Джо вещает хорошие, умные мысли, истории интересные. А вы, блядь, пиликаете там в конце. Да они не трогают. А если по своим, тарахтайки, тарахтелки. Это еще зачем? На всякий случай, скажу. Него в нашем деле никак, особенно в этом долбаном месте. Да, блядь, умеешь ты утешить. В ниггер. Ну почти ДТП, фууу. Да сука, засуги боли, чекопы, уйдите от меня, пожалуйста, я вам ничего не сделал. Ну чуть-чуть, маленькую там, стеклышко задел, ну че сразу звездочку-то вешать. Да, кстати, я тоже об этом удивился. Блядь, Джо, в принципе, вообще вот я бы хотел себе такого друга, который вообще за меня платит постоянно. Ну это, конечно, таких не бывает людей, но, блин, это очень прямо кайфово, то, что Витту так повезло, у него есть такой друг, иначе бы он, наверное, работал бы на обычной работе каким-нибудь дворником. Вот, вон та, кремовая крошка, осторожней, сделай все быстро. Откуда он знает, что тут машина? Да, придется, выбей окно и вперед, я буду ждать тебя у Майка. Да тут, в принципе, без разницы. Разберешься с ними, считаешь, что это... Хотя, слушайте, я подумал, мы, в принципе, если у нас будет машина палевная, мы можем другую пересесть и все. Удачи, кореш, увидимся у Майка. Все, понял. То есть он ушел, да? Это здание чисто мы делаем. Ну, давайте все-таки отмычки, мне нравится с помощью отмычки, типа, тачку... Ну, украсть. А перепрыгать можно? Да, можно, помню. Кто? Нигерские разборки. Хук справа, хук слева, нигеру получил по еблету. Ничего, не хочу показаться расистом, но этот чел реально сразу к нам пришел не надо... О, 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 так, пробел, чтобы... Уклонить, я забываю про уклонение. Знаете, на кого он похож? Вот реально из 90-х такие пацаны, такая курточка спортивная. Ну, короче, понятно сразу, с кем мы им видим. Хук, давай справа. О, хорош, молодец, Томми, молодец, бей его. Бей его, да не своим этим, ема. Так, пробел, он сейчас будет комбо проводить. Надо его словить на комбо. Опа! Получай, получай. Хорош. Вита, молодец. Молодец, выполнил наш миссию. А теперь машина. Так, нам нужна вот эта тачка. Я же его только что завалил, этого чувака. А, это другие. Эй, ты что делаешь, мадафака? Мадафака, по-русски. Блядь, пацаны, походу нам надо просто... Ебать, стреляют уже! Так, тачку гоняем и съемываем отсюда. Нет времени на этих всех долбоебов. Бля, тихо, тихо, тихо. Да давай, проводки, проводки. Фу, все. И выезжаем отсюда, в конце до концов. Ебать, сколько их отправитесь от бомбистов. Ебать, у меня, походу, хп мало. О, восстанавливаться, отлично. Блядь, еще и ДТП, и копы сейчас будут. Ебать, они едут на за нами. О-о-о-о! Вы сами в меня врезались, копы? Нет, главное, эти бомбилы стреляют, а копы идут за нами. Это, вот, меня вот все время в играх такое удивляет. То, что все время, когда копы либо в нас врезаются, либо с нами едет еще какая-то банда, которая настреляет. Кстати, мы довольно быстро оторвались. Копы всегда за нами едут. Всегда. Вот абсолютно похуй. Всегда копы только за нами. Больше ни за кем. Я не знаю, и вот им интересно, жопа главного персонажа, что ли? Я не думаю. Но других преступников, что, мало, что ли? Успокойтесь, в конце-то концов. Так, Гринфилд. Ну, все, мы, в принципе, уже приехали. Сейчас, я прямо вот так похуярю, чтобы ни в кого не врезаться. А-а-а, вот долбоек, что ты лезешь-то сюда? Видишь, машина едет. Хер ли ты сюда под колеса прыгаешь? Мне вот это непонятно, если что. Так, кто-то сзади там едет. Сука, я тебе все никак не успокоиться. Это уже чужой район, пацаны. Вам тут не место. И копы, и копы, да, заодно. Вот какого хуя ты видишь, блядь? Тут, блядь, он меня просто впритык расстрелял. Вы погибли. Не, это нормально вообще такое, вот это вот, такое отношение к людям? Может быть, их всех расстрелять сначала? Ну, давайте попробуем, типа, что. Так, тут ниггер, а давайте зайдем в бар. Можно же через бар пройти? Выбить дверь. Нормально. Так, это бар, ну типа, все хорошо. Все нормально, я открою дверь, извините, пацаны. Так, тут нет выхода никакого. Блядь, все-таки он все равно к нам прицепился. Блядь, опять его мута... Хотя, слушайте, у нас же пукали есть, что мы паримся? Ну хотя, давайте не будем патрон тратить. Я видел, сколько там много. А-а-а! Так, блядь, да я же пробел, нажимаю. Хук справа, хук слева, иди сюда. Ниггер, ворует телевизор. О-о-о-о, хорош! А почему мне про это комбо не говорил никто, то, что три раза правильно? Надо будет изучить комбо. Ну сейчас мы к машине подойдем, естественно, и нас сразу запалят. Затачил конкретно прятаться? Я не хочу. Я вспомнил то, что контрова-то уклонение, так что... А то, что я произошел к машине, это нормально? Ну, типа, просто... Так, я не сейчас начну стрелять. Пушку вытащи! Джонни, вытащи пушку! Как пушку вытащить? Как пушку... Стоп, как пушку вытащить? Быстрее, пацаны. Настройки игры, управление. Как пушку вытащить? Как пушку вытащить? Огонь, ЛКМ, перезарядка действия, прицел. Я забыл, как пушку вытаскивать. Убрать оружие. Выбор оружия. Один, наверное, да? Да, 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 да. Пукаль. Так, хоп, 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 хоп. Так, сейчас будем тихо, надо заныкаться. Блядь, по машине-то тоже стреляют. Но у него ХП хотя бы установить само по себе. Так, давайте этих ниггеров накажем. Машину быстро расстреляли. Там Томми Анджелл, какая-то цитата была от Томми Анджелл. Давайте сразу церемониться не будем, я возьму пукаль. У нас достаточно много патронов, поэтому мы будем стрелять. У него тоже пистолет был, ни хера себе. Но Томми не привыкать, он, говорю, пулеметчика Максима пережил, поэтому его не должны эти выстрелы вообще. Сука, вы видели, как машину быстро взорвали? Это же жесть прямо. Эй, эй, ты что делаешь, мотопака? Я стою, курю, что нельзя покурить, что ли? Так, они тут прямо конкретно уже совсем. Пиздец, патроны. Так, надо вот тут заныкаться. Прясться Томми. Надо машину сохранить просто. Мошку. Красава. Так, подзарядка. Где кто стреляет? А там еще спереди кто стреляет, нет? Пока не будем убивать. Где он? Попал. В голову хэдшот был. Так, тихо, бежит. Хорош, я попал. Блять. Я хочу в голову. На нахер. Так, я вижу вон там пацаны какие-то. Вон там он. Враги. Давайте их сразу тоже завалим. Это те, которые на машине, да? Я так понял. Они нас тогда убили. Хорош. В тачке никого нет. А, там еще кто-то есть, смотрите-ка. Это наводитель. Так, тихо. Нигерский район, нигерские разборки. Всех пощикали. Все, можно спокойно теперь ехать без всяких проблем. Без всяких копов и без всяких бандюганов. Надеюсь. Так, убирай пушку, Томми. Побежали. Так, теперь нормально. Взломаем замочек. И никаких проблем не будет. Все, по-тихому сделаем. О, так тут замок вообще ни о чем. Все. Всего-то. Один даже засовчик. Не три, а один засовчик. Открывай машину. Все, поехали. Еще кто-то выехал. Пиздец. Оторвитесь. Все-таки. Блядь. Нахуй я тогда их стрелял, если они все равно за нами едут. Я тогда думал, типа, вот эта машина, она одна за нами едет и все. Все. Сейчас нам нужно конкретно свою рожу вот не подставлять, чтобы они спереди не ехали и не стреляли по нам. А то нас так быстро расстреляют. Да и тачку, в принципе, можно легко бомбануть. Поэтому не стоит вообще заморачиваться сейчас. И нужно просто ехать туда, к этому на свалку. Я вот только не знаю, они там останутся, эти чуваки, или нет. Ну, когда мы приедем уже на место. То есть надо будет их расстрелять. Просто если надо будет расстрелять, тогда мы конкретно поступим немного по-умному. Будем прятаться за свалкой. Ну, короче, как всегда, вы знаете меня, пацаны. Че я рассказываю? Первую мафию смотрели? Не посмотрели? А посмотрите. Почему вы не посмотрели-то? Первая мафия тоже крутая, поэтому я вам отвечаю. Лучшие игры пока что. Я не знаю. Ну, кроме... Блядь. Что за дерево такое? Оно должно отлететь. Это же македжи. Знаете, в GTA-шке такие же были. Мы их легко сносили. Я-то подумал, он сквозь нее проедет. А мы в итоге всю машину разъебали. Ну, надеюсь... Хе-хе-хе. Все, он упал. Надеюсь, Ральф 2.0, который в очищках, который еще круто отжигает, как говорит Джо, исправит эту недоработку. И мы останемся в прибыли. И тот чел останется нами доволен. 400 баксов. Просто подумайте. Просто на секунду подумайте. 400 баксов в день. Нет, я, конечно, уверен, что зарабатывают, особенно влогеры, они могут зарабатывать и побольше, и какого-нибудь, и высоко, и прочее. Но для вот нас, чувака, у которого 20 баксов в кармане, а на минутку 20 долларов в российских рублях, это примерно где-то около 1400 рублей. Может, и побольше, полторы косаря. 400 баксов просто за один день. Это, конечно, куш. Это огромный куш. И от него не стоит отказываться. Я имею в виду, конечно, в этой игре. В настоящем мире такого делать нельзя, конечно. Нельзя вот так вот взять, просто угнать у кого-то машину. Но это плохо, это подло. Так нельзя поступать, пацаны. Но вы все сами понимаете. Но мы пока что попытаемся... Аааа, еще... Кстати, такая же тачка-то, хер ли, мы ее не ограбили. Хотя, может, мне показалось. Так, вот мы приехали на... Куда мы едем-то, в общем? На свалку едем? Да, я так понял? Вроде как да. Вот это вот специально... Е-е-е-бак, капот улетел. Так, тихо, главную тачку не перернуть, а то опять сейчас миссию провалим, и я дико бомбану после этого. Хе-хе, этот все его оттирает, блядь. Пиздец. Настолько уж как дорогой прод... О, back in business. Achievement unlocked. Эй, задание выполнено! Как все прошло? Да, все отлично. Вот только машина принадлежала кучке ниггеров, и как ты уехал, они тут же попытались меня прибить. Ааа, наверное, бомбис. Да, бомбис. Да, бомбис. Они несерьезно, ребята, так, шпанал. Ну да, по ним видно, хотя у них пистолеты были. Болтают херь, воруют херь и курят травку. Посмотрим, что тут у нас. О, мило, без пятен. Чисто. Ну так мы... Откуда уж паны деньги на такое? Наверное, сами угнали. Я тоже так думаю. Ну, хорошо. Сколько я там тебе за нее обещал? Четыреста баксов. Шестьсот. Ха-ха-ха-ха. Я нравюсь твой друг. Какой хитрый. Заходи еще, ладно, снова вместе поработать. Вот уверенно. Шестьсот. Блин, Вита прямо уже сразу понял намек. До встречи. Шестьсот уже. Уже шестьсот. Четыреста шестьсот. Следующий раз ты сам по себе. Все понятно. Спасибо, Джо. Триста долларов. Тоже неплохо. Поехали домой. Я устал. Ладно, давайте отвезем его до дома. И на этой, наверное, ноте мы закончим сегодня играть. О чем уже интересно еще нам расскажешь, Джо? А, блядь, в другую сторону ехать я немного отупил. Чтобы заработать деньги, можно давить машину в прессе. Ну да, я понял. Но, наверное, 300 долларов, наверное, не заплатят столько много. Это такой уникальный заказ был, чтобы нас познакомить с этой системой всей. Хотя я конкретно, наверное, деньги таким способом зарабатывать не буду. Но это, наверное, рутина. То есть, это, наверное, дополнительная миссия конкретно. Мы будем так понемногу зарабатывать на основных заданиях и тратить на что можно. По возможности, как раз таки, это будет усложнять иглу. И наше прохождение станет еще более интересным. Так что нам это даже не выгодно. Но в любом случае... Иди, нам нужно на шоссе. Так мы на шоссе, вон едем. Не видишь, что ли? Ты смотри в навигатор-то, пацанчик. И все узнаешь. Ну что, работу выполнил и не облажался. Очень хорошо даже. Да, мне чуть башку не оторвали. Не, слушайте, воровать те, кто своровал, это, конечно, еще ладно. Вот такая работа, парень. Что поделаешь? Там уже вряд ли ты еще чему обучен. Ну, он умеет грузчиками, наверное, работать. Все будет проще по стопу. Или дворникам. Это любая умеет каждый, блядь, большину заносит. Говорится, не умеешь мозгой думать. Это типа тут дворникам. Майк, полезный мужик. Ворчит много, но всегда какой-нибудь дельце докрут. Да, это хорошо. Хотя бы бабки идут. Когда-то, по-моему, с бензоколонками тогда химичил. Ммм, разбавлял бензин. Я спущу на тормозах. У меня с ним много общих дел, но и потом нрав у него тут еще. Мы как-то были на скачках, и один ирландец ему пиво на выигрышный билет. О, да, он морду, блядь, разъебал, но по-любому. По мне так урод конченый. С ними просто надо уметь вести дела. А я с такими ребятами дела крутил. Майк по сравнению с ними. Эй, тут где-то можно машину поставить? Не хочу красотку на улице бросать. Это же наша машина. Мы еще и машину подняли. Это отлично. Прикиньте, за один день машина и 300 баксов. Чем не хорошо? Машину может продать уже хату, купить себе новую, если мы говорим про Россию. Ну, какую-нибудь там дешманскую, конечно, если тачка не элитная, прям конкретно. Ха, хорошо. Вот и приехали. Так. Так, отправляйтесь в квартиру Джо. Пик-пик, пук-пук. Ладно. Ну что, там долго идти-то или нам вообще на другой этаж? А, нам наверх надо, да, я так помню, да. Я, эти все подъезды такие одинаковые, я вообще не понимаю, как в них ориентироваться. Вот это его хата, да? Я уверен, это его хата. Ну вот это-то, да? Лукас. Нет, это другая. Блядь, я походу перепутал. Погоди вниз. А, наверное, это было на прошлом этаже, да, я так понял? Вот на этом. Я немного попутал, да? Вот это. Да, вот это. Джеб Барбал и как вот Джо. Все понял. А поедим мы уже с вами, пацаны. Голодный, Вита. Нападай на холодильник. Да все, сейчас мы на него нападем, расстреляем. Короче, встретимся с вами в next серии. Пожрем, побухаем жоп в next серии. Смотрите, сколько у него алкоголя. Так что нам по-любому будет весело. Оставайтесь на канале. И деньги, ну что, смотрите. Деньги, бабки. Прямо хорошая шлюха, которую я недавно заказал. В общем, оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям. И всем до скорого, всем удачи. Всем пока-пока. Всем привет, дорогие друзья. С вами Орала ТВ. И я хочу сказать по поводу конкурсов. Так как наш канал довольно маленький еще, мы будем делать маленький конкурс в конце прохождения каждой игры. А именно, как я уже говорил ранее, в некоторых других видеороликах, это будет 500 рублей после окончания любой игры. Так что для того, чтобы принять участие в конкурсе, любые игры. А я напоминаю то, что вы можете принимать участие в разных играх и выиграть эти 500 рублей. Да, подгончик небольшой, но потому что наш канал уже только развивается. Потом конкурса будет больше. Для того, чтобы принять участие, вам нужно сделать репост в любую социальных сетей, поставить лайк под любым видео и написать в комментариях, я участвую. Ну и оставить там твои социальные сети, чтобы я смог с вами связаться после того, как конкурс закончится. Это все требования, поэтому, если хотите принять участие, то выполните эти действия. Субтитры создавал DimaTorzok